здрасте товарищи и дальше гуляем по востоку ближнем дальнем у нас у гостях чувстве узбекистан добрый день сегодня будем готовить что лагман для начала мы будем приготовить тесто для этого нам потребуется пол килограмма муки грамм 15 соли или пол столовой ложки одно яйцо грамм 200 воды и замешиваем тесто как должен быть твердо да да твердо и крутой тесто некоторых кулинарных источников пишут что слово лагман взято из двух китайских иографов ла мян который переводится означает вытягивать и лапша скажи меня это принципе корень блюда из китая всем известно что великой вершовковый путь проходила через узбекистан через среднюю азию все купцы караваны и привели это блюдо к нам тесто уже почти готово можем оставлять минут на 10-15 чтобы отстояло пока часто будет доходить можно заниматься приготовлением ваджу как назвать а скажи мне мы сейчас тесто ставим на тепло место чтобы температура можно поставить надо накрыть чтобы не проветривалась дальше будем приготавливать ваджу нам понадобится пекинская капуста убираем кончики и нам надо твердая часть они лепестки очищаем нарезки ингредиентов каждого зависит от себя кто-то хочет может мелко или крупно я больше всего предпочитаю соломку все ингредиенты резать дальше перчики разные цветные чтобы было у нас не только вкусовые качества но и цветовая гамма уберем эти белые перегородки скажите меня это одно из самых таких известных узбекистанских блюд до порежу лук до варисе как скажешь тоже соломку овощи порезали кладем тарелку кроме лука и капусты и перца нам что-то шо надо паре зелень и сельдерей сельдерей не так много хватит на 2 стебель отдельно зелень и желательно скажешь и стебел нам нужен да стебель тоже понадобится расскажи мне много или нет хватит этого а стебел этот стебель я уберу сам возьму сейчас мы чего будем делать говяжью вырезка желательно мягкую часть нарезать то же самое соломки я возьму это так и возьми это так значит так поперёк да и мясо порезали что дальше чеснок нам тоже надо порезать уже меня очень нравится лагман потому что там есть куча чеснока тесто наше отстояло минут 20 уже готовы мы будем нарезать небольшие пластинычки а теперь будем катать их вручную у меня тоже получается а как это правило палцами или это надо начинаем с пальцами и кончается в ладонях значит надо так полцами начиняем заканчиваем ладонями и возвращаемся до пальцев все тесто раскатали теперь тесто надо убрать сторонку и должна стоять минут 10-15 чтобы она не проветривалась надо накрыть чем-нибудь пищевым пленком или пакетом какие-нибудь можно смазывать немножко масло конечно правило но он не прилипло наше тесто простояла минут 10-15 наш колбаски и то же самое будем повторить еще раз на этот раз будет чуть тоньше тесто когда стоит 15 20 30 минут она как-то становится мягкими намного много легче начиняется растягивать да да конечно тут не надо волноваться тесто смазано маслом руки у тебя с маслом правила да не пролепит не короче и карач яно не пролепится драками туда добавим немножко масла ого много масла да тесто не крутится а катается тесто не должно Тесто должно крутиться А если где-то тесто случайно порвется, ничего страшного Ничего страшного, бывает Сейчас идет это Такое красивое шоу, которое ты нам покажешь, да? Да, конечно Это последний этап считается Берем тесто, крутим в руки Это можно варить Тесто не должно долго кипеть Выкипело один раз, можно снять Буквально минут две Чтобы она не приклеилась Да Лапша выкипела, можно снять Устроить? Ага Масло не надо залить? Да, конечно Обязательно, чтобы она не засохла Не засохла и не прилипла Сейчас мы тут так зашевелим, чтобы масло везде прошло одинаково И дальше, вторая партия у нас А вторая партия? Тоже самое повторяется Лапша готова, можно маслом полить немножко Опять масло? Да Опять мы тут так немножко, чтобы смешивалось Что дальше делать будем? Дальше будем готовить баджу Будем жарить овощи Ну ладно, пошли Сковородка у нас нагрелась Можно масло растительное, можно оливковое Если подсолнечное, можно подсолнечное Что первым накладываем? Мясо, конечно Соль Соль Пожалуйста, маэстро, соль Дальше можно класть китайской капусты и лук Китайская капуста и лук Китайская капуста и лук у нас пожарили Следующим идёт перцы разноцветные Перцы и овощи должны пожариться до полуготовности Так как мы после всего будем выливать воду или бульон Выпаривать Следующим этапом идёт помидоры И сразу же можно сельдерей Себель у нас идёт, зелень сельдерей и чеснок Теперь можно выливать немножко бульон или же воду И дать, чтобы вода немножко выкипела И сейчас эту вареньку сколько примерно? Минуть есть Воловник у нас есть Сначала лапшу будем кладать в тарелочку И кладём нашу воду с бульончиком Сверху приветствуется зелень Наш лагман готов, можно подавать к столу Приятного аппетита! Это был наш друг, великий шеф из Узбекистана Чустрин Серж Теведжин Спасибо! Чао! До свидания!